Доброе утро! Начнем этот день с главных новостей нашего региона к этому часу. Это новости дня в студии Михаил Карин. Партнер выпуска – авторизованный сервисный центр «Онлайн КАС». Ремонт, настройка, регистрация и техническое обслуживание. Улица, площадь 1 мая, 1. Телефон в Оренбурге – 77-10-10. Начинаем выпуск с предупреждения областного ГИБДД. Непростая дорожная обстановка сохраняется на территории всего Оренбуржья. Мощный снегопад накрыл степной регион еще прошлой ночью. Из-за обильных осадков была перекрыта трасса на границе с Казахстаном. Парализованным оказалось движение и в областном центре. Из-за снегопада ухудшилась видимость на дорогах. Как результат – десятки аварий. Спасатели призывают воздержаться от дальних поездок. А в населенных пунктах лучше отдать предпочтение общественному транспорту. В режиме повышенной готовности работают не только коммунальные службы, но и сотрудники МЧС. С снегопады продолжатся и в новогодние праздники. Им будет сопутствовать резкое понижение температуры. Как не допустить трагедии и какие силы будут привлекаться в случае экстренных ситуаций. Об этом нашему телеканалу рассказали в областном МЧС. В нашей области 17 наиболее опасных участков трасс. Среди них печально известный район поселка Краснощоково на трассе Оренбург-Орск. Особенно осторожными нужно быть водителем и на участке горы Сырт на автодороге Оренбург-Самара. А также в северном районе области на федеральной трассе М5. На всех этих трассах мы готовы развернуть подвижные пункты обогрева, которые включат в себя и мобильные пункты обогрева. Чтобы на понимание подвижного пункта обогрева у нас снабжена техника повышенной проходимости, так называемые теплушками. Мобильный пункт обогрева. Там же разворачиваются палаты, организовываются места для отдыха водителей, если это необходимо. Организовываются отдельное место для матери и ребенка, если это нужно. Горячий чай и так далее. Все мы работаем совместно с муниципалитетами. В новогодние праздники особое внимание следует уделить и пожарной безопасности. Ежегодно растет статистика пострадавших от пиротехники, а также при использовании газового и печного оборудования. Я попросил бы обратить внимание на состояние своих газовых котлов, печей, состояние дымоходов, потому что более 20 погибших у нас уже от отравления угарным газом. Угарный газ, к сожалению, он без цвета, без запаха, и люди просто не замечают, как происходит серьезнейшее отравление. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону спасения 101. Он доступен со всех мобильных операторов. 27 декабря в России отмечался День спасателя, но сотрудники МЧС работали и в свой профессиональный праздник. Накануне в ведомстве чествовали лучших – всех тех, кто проявил свой героизм во время исполнения служебного долга. Особое признание получили и рядовые оренбуржцы, которые, рискуя собственной жизнью, спасали других. Тему продолжит Диляра Тимир Булатова. Я же там один, никого больше нет. Главное вытащил. А то, как-то, говорят, что на всей жизни это осталось. О своем героическом подвиге он рассказывает Содрагане. Ведь в тот момент его жизнь висела на волоске. Январь этого года – Осикеевский район, река Большая Кенель. И лесник Матулин после новогодних праздников отправился на рыбалку. Во время ловли он слышит крики на противоположном берегу водоема. Двух детей, которые провалились под лед, уносило течением. Тогда сельчанин бросился спасать мальчиков, до которых было около 100 метров. Смотрю, куртка красная под лед. Лед уже идет. Ребенок. Если не нырнул бы, ушел бы под лед дальше. Я его не взял бы. Я все было, что снял быстренько. Нырнул, нормально попал. Ребенок схватил. И за плечи как-то вот. Получилось, выкинул на лед. А тот другой держится на кромке, на льдах. Его мужчину тоже вытащил на берег. Не растерявшись, оказал первую медицинскую помощь и на руках дотащил детей до дома. И спустя год за этот подвиг Илья Снигматуллин держит в руках медаль. Профессиональный праздник награждают и тех, кто совершает подвиг каждый день. Спасатель Алексей Гришин служит в рядах МЧС более 20 лет. Он прошел путь от рядового пожарного до начальника смены. Ему приходилось тушить огонь в степях, лесах и, конечно, в жилых домах. Но вспоминает, тяжелее всего было спасти четырех женщин во время пожара в одном из торговых центров Оренбурга. Трагедия произошла четыре года назад. Воздуха у нас уже было достаточно для нас самих, только на обратный путь. Но, тем не менее, женщины были, две из четырех, две из них уже в предсмертном состоянии. Нам пришлось их вытаскивать на себе. Мы использовали маски, которые у нас входят в комплект наших аппаратов. И, по сути, свой воздух, половину своего воздуха отдали им ради спасения. И, тем не менее, благополучно мы покинули опасную зону. И таких героев здесь почти три десятка. Каждый из них круглосуточно, без выходных и праздников. Приходят на помощь к тем, кто набрал 0-1 в надежде на спасение. Зиляр Тимирбулатова, Семен Воробьев. Новости дня. На полигоне в Домбаровском районе прошли успешные испытания уникальной сверхзвуковой ракеты «Авангард». Команду «Пуск» из Национального центра управления обороной дал президент России. За полетом Владимир Путин наблюдал в режиме видеоконференции. «Пуск» провели боевым расчетом соединения ракетных войск стратегического назначения из позиционного района Домбаровский по условной цели на полигоне «Кура» в Камчатском крае. Во время полета на гиперзвуковой скорости планирующий крылатый блок совершил вертикальное и горизонтально управляемое маневрирование. Уникальность ракеты в том, что она произвольно может менять скорость и высоту полета. Рассчитать ее действия не может ни один противовоздушный комплекс. Аналогов у «Авангарда» в мире нет. Боевой блок поступит на вооружение в Домбаровскую дивизию уже в следующем году. В Оренбуржье стало больше безработных. По данным, которые приводит агентство РИА-56, в статусе нетрудоустроенных этот Новый год встретят более 13 тысяч жителей области. Уровень безработицы на данный момент профильное министерство оценивает почти в полтора процента. При этом на прошлой неделе безработных в Оренбуржье было меньше сразу на 500 человек. В это же время компании и предприятия нашего региона в поисках новых сотрудников. Вакантно больше 9 тысяч мест. Наиболее востребованные профессии медиков. По области требуются как врачи, так и медицинские сестры, а также учителя и инженеры. По-прежнему популярными на трудовом рынке остаются рабочие специальности. Такие как водители, слесари и проводники поездов. Важную роль в поддержке стабильности экономики региона играет и курс валют. По данным Центрального банка России, на 28 декабря доллар будет стоить 68 рублей 88 копеек. Евро – 78 рублей 52 копейки. Более 300 тысяч злостных неплательщиков насчитывается в регионе. В настоящее время ситуация по всей области так и остается критической. Общая сумма задолженности – более 37 миллиардов рублей. Оренбуржья стала участником всероссийской акции «Узнай о своих долгах». В нее вошли три территории нашего региона. Это Оренбург, Орск и Бузулук. Один из рейдов прошел в аэропорту имени Гагарина. Неоплаченные штрафы, налоги и алименты накладывают на жителей ряд ограничений. В частности, они не могут выехать за границу. Цель этой акции является информирование граждан о способах получения информации о наличии задолженности. Одним из них является электронный сервис «Банк данных исполнительных производств», который располагается на официальном сайте службы судебных приставов. Такая акция является постоянной. Крайний раз она проходила также по всей России в апреле. Отметим, что если задолженность небольшая, у туриста есть возможность погасить ее на месте. А в случае, если долг превышает 10 тысяч рублей, то гражданин снимается с рейса. И его поездка фактически срывается. Сегодня в Оренбурге пройдет традиционное шествие снеговиков и героев сказок. Как и в прошлом году, праздничный флешмоб состоится на площади Атриум. На площади будет работать ледовый городок и соберутся участники новогоднего шоу – снеговики и сказочные герои. Горожане смогут увидеть ставшие уже традиционным красочные представления – флешмоб и шествие снеговиков. Победители этого шоу получат поощрительные призы. Напомним, в прошлом году на площади Атриум собралось более 200 сказочных персонажей. Победители парада героев сказок получили призы из рук губернатора Оренбургской области Юрия Берга. А уже завтра, 29 декабря, Оренбургская областная филармония представит концерт детского хора «Новые имена». Коллектив, широко известный не только в Оренбургской области, но и далеко за ее пределами, исполнит новогоднюю программу. Юные артисты работают под руководством Марины Туркины. В репертуаре – произведения крупной формы русской и зарубежной классики, популярные сочинения детской хоровой литературы, джазовой и духовной музыки. Наградной арсенал новых имен постоянно пополняется дипломами престижных международных фестивалей и конкурсов. В 2016 году коллектив одержал победу на всемирных хоровых играх в Сочи. Губернаторскую елку для одаренных детей накануне зажгли в областном центре. Праздник собрал более 600 талантливых школьников со всего региона. На мероприятии работала и наша съемочная группа. Наталья Мороз встретилась с теми, кем гордится Оренбуржья. На сцене талантливые дети дают концерт для тех, кто отлично себя проявил во время учебы, в творческих фестивалях и конкурсах, а также в спортивных соревнованиях. Динара Сапарова – выпускница. Для нее участие в мероприятии такого масштаба – целое событие, признается девушка. Уверена, что современная активная молодежь – будущее всей страны. Я считаю, что молодежь должна быть с активной гражданской позицией. Она должна понимать, где значимость нашей великой страны. На сцену один за другим поднимаются одаренные ребята. О них благодаря таланту знает не только вся область, но и страна. Анна Шухман – девочка в свои 9 лет уже имеет титул чемпионки мира по блицу и является серебряным призером по быстрым шахматам. Миша Мяло – участник детского телепроекта нашего канала «Микрофон детям». В этом году своим артистизмом покорил и московское жюри. Он стал участником федерального шоу. Ксения – участница шоу «Голос дети». Теперь дарит свое творчество и юным оренбургцам. Подарком для ребят стало новогоднее представление «Алые паруса». Его подготовили воспитанники театра музыки и танца «Щелкунчик». Областная губернаторская елка – традиционное мероприятие. Самое ожидаемое среди юных оренбургцев. В зале 600 человек со всего региона. Это говорит о том, что наша система не только сохранена и образовательная, и дополнительного образования, но она нацелена на результат благодаря тем людям, педагогам, которые работают там, создают такие условия и профессионально готовят наших детей. Естественно, дети эти видят и выявляются таланты, которые буквально являются открытием прошедшего сегодняшнего года. До Нового года остается несколько дней. Школьники признаются, праздничное настроение в эти дни все-таки заставляет верить в волшебство. Наталья Мороз, Игорь Бероев, Новости дня. А теперь о хороших новостях для всех любителей зимних видов спорта. Центр активного отдыха «Гребени» открылся в Оренбурге. Теперь всего в 20 километрах от областного центра можно покататься на сноуборде, лыжах, коньках и тюбинге. О том, как провести новогодние праздники с пользой, расскажем в нашем следующем сюжете. Новая горнолыжная трасса открылась на горе Гребени. Здесь есть все для активного отдыха. Два подъемника для лыжников и сноубордистов, учебный и основной склоны для катания, сноуборд-парк, подъемник и трасса для сноутюбингов, а также каток и две трассы для беговых лыж на полтора и три километра. Кроме того, есть свободная зона для любителей барбекю. Особая гордость горнолыжки – это прокат нового качественного оборудования и команда профессиональных инструкторов по горным лыжам и сноубордингу. В нашем центре Гребени вас ждет прокат с новым оборудованием. Порядка полутора сотен единиц прокатного оборудования, горные лыжи, сноуборды. Горные лыжи фирмы «Лан» серии «Рентл» легко настраиваются, вы экономите время. Приходите, мы вас упакуем, и вы с удовольствием опробуете наше новое прокатное оборудование. Сейчас здесь активно работает техника для дополнительного оснижения. Склоны профессионально готовятся ратракам. Главный плюс центра Гребени в том, что он находится рядом с городом. Всего 17 километров от степного поселка и вы на горе. Здесь можно не только потренироваться, получить качественную аэробную нагрузку на свежем воздухе, но и вкусно пообедать или поужинать в уютном ресторанчике «Загребкэмп». Приезжайте с семьями, с детьми, с друзьями. Мы вас очень ждем. До встречи на горе. В будние выходные для вас вечернее катание. Горнолыжка работает до 9 часов вечера. Здесь отличное освещение и спортивная атмосфера. В новогодние праздники график работы с 10 утра и до 9 вечера, кроме 1 января. Своя родная и рядом. Горнолыжка Гребени открыта для вас и в социальных сетях. Хэштег «Гора Гребени». Алина Волохова, Семен Воробьев. Новости дня. Новости из мира спорта. Сегодня хоккейный клуб «Сарматы» в Ханты-Мансийске сыграет в очередном матче регулярного чемпионата молодежной хоккейной лиги. Наш соперник – безоговорочный лидер Восточной конференции «Мамонты Югры». В поездку тренерский штаб нашей команды взял 24 хоккеиста. Среди них 3 вратаря, 7 защитников и 14 нападающих. Напомним, «Мамонты Югры» занимает первую строчку в таблице. У команды 20 игр и 34 очка. Оренбургские хоккеисты находятся на 13 месте с 17 очками и 19 играми. Недавно ребята обыграли клуб «Тюменский легион» со счетом 4-1. Продолжим тему хоккея. Вслед за Орским Южным Уралом хорошие новости к Новому году преподнесли другие хоккейные команды Оренбуржья. Победы в своих чемпионатах одержали «Локомотив» и «Сарматы», рассказывает Анатолий Юденич. В молодежной хоккейной лиге Оренбургские «Сарматы» последние матчи 2018 года проводят на выезде в Сибири. Нашим первым соперником стал «Тюменский легион». Крупно проиграв во вторник, оренбуржцы извлекли урок из своих ошибок и в повторной встрече предстали совершенно другой командой. «Сарматы» не просто перебросали соперников 41-33, но и ответственнее отнеслись к реализации своих моментов. В первом и втором периодах Оренбуржцы забили по две безответные шайбы. И все, чего смогли добиться хозяева, это размочить счет за пять минут до финальной сирены. 4-1. Настоящим героем матча стал капитан «Сарматов» Даниил Соколко, оформивший хет-трик. Команда переезжает в Ханты-Мансейск, где нас поджидают лидеры Восточной конференции «Мамонты Югры». После длительной и бесславной выездной серии Оренбургский «Локомотив» дома сыграл два тура чемпионата высшей лиги по хоккею с мячом. Со знаменем «Удмуртии» выстрелить не получилось, но было видно, что на родном стадионе железнодорожники показывают более активную и содержательную игру. Первую встречу наши проиграли 2-3 в равной борьбе, а во второй добились сверхрезультативной ничьей 6-6. Через день оренбуржцы приступили к выяснению отношений с казанским «Динамо-2». В первой игре соперники начали осторожно, первый тайм 2-1 на нашу пользу, а второй вышел более результативным. На четыре наших гола гости ответили всего одним, и «Локомотив» отпраздновал свою первую победу 6-2. В повторной встрече такой счет был уже к перерыву, и задача оренбуржцев была не растерять это внушительное преимущество. К концу матча казанцы сокращали разрыв, но победу железнодорожники удержали 7-5. По дублю против «Динамовцев» оформили Сирзидинов и Тынтеров. В январе дома и в гостях сыграем с Акжаиком. Анатолий Юденич, Владислав Горбунов, Новости дня. Это все новости к этому часу. В течение дня мы продолжим освещать события нашего региона. Напомню, партнер программы – авторизованный сервисный центр «Онлайн-касс». Ремонт, настройка, регистрация и техническое обслуживание. Улица, площадь 1 мая, 1. Телефон в Оренбурге – 77 10 10. Оставайтесь на телеканале ОРТС. С наступающим Новым годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...